Многие считают, что Ельцин поставил Путина, поэтому вот он его преемник и так далее. Нет, дорогие зрители, Путин был всего лишь марионеткой по задумке Ельцина. И для того, чтобы это понять, надо знать вот что. Ну, Сергея Владиленовича Кириенко многие помнят. И вы помните, что Ельцин, вернее, Кириенко что ли сделал дефолт? Нет, это подготовили страну к этому краху, подвели Ельцин с Черномырдиным. Дальше они делают какой маневр? Этот наш Черномырдин, его уводят в сторону, ставят этого мальчика киндер-сюрприза Кириенко, на него все списывается, и Кириенко получает заслуженный отпуск в Австралии, там и должность соответствующая. И обратите внимание, Ельцин пытается поставить Черномырдина назад. Ну, не получилось. Помните, да? Пытался. Вот это запомним. Дальше надо знать вот что. Вот это очень серьезно, сейчас я расскажу. Вот, по отношению к нашей стране захвата был такой многовариантный сценарий развития событий. Вот представьте, мы это самая мафия, мы захватываем Россию. Мы понимаем, что для удержания миллионов людей в повиновении надо дать им какую-то большую идею. Какую идею? Мы можем, ну, до конца знать, вот, что русские примут? Нет. Но мы можем предположить, что мы можем предположить? Первое. Устав от этого брежневского маразма и так далее, русские могут захотеть демократии. А нам не важно же, кто будет сидеть в Кремле, там, какая партия, мы о партиях тоже потом поговорим. Нам важно, чтобы на запад рекой лилась газ, нефть, там, лес, золото, уголь и так далее. Вот. Поэтому, кто сидеть, будет не важно. Важно, чтобы цели выполнялись. Поэтому на демократическую жилу мы ставим кого? Гайдара, там, Явлинского, Хакмана, Наду эту, потом, значит, Немцова, там, в общем, всех демократов. И их тасуем между собой, в зависимости от того, кто там из них авторитетнее. Чубайса, Бурбулиса, там, и прочее. А вдруг демократия не пойдет? Русь, страна, там еще сильны марксистские настроения, старики будут. Поэтому второй сценарий марксистский. Значит, если назад захотят светлое марксистское прошлое, на эту жилу поставили Зюганова, Тюлькина, там, Ампилова и так далее. И помните, Ельцин, он-то не понимает этого, конечно, ничего, он говорит, я, поймаешь, запрощаю компартию. А ему говорят, Борис Николаевич, не торопись, она же нам пригодится. Он говорит, я разрешаю. И компартию сначала разрешили, вернее, сначала запретили, потом разрешили. Дальше. А вдруг и это не пойдет? Вдруг разберутся с этим мраком марксизма? Значит, Русь страна православная, могут захотеть царя. Вот на эту жилу работает кто? Никита Михалков работал с сибирским цариульником. Помните, какой царь-батюшка хороший? И забывается, что царь-батюшка, вообще говоря, тот же Николашко, его сделали святым. Ведь у царя была и полиция, и жандармерия, и армия, и все. А он говорит, как управленец. А я, говорит, отрекаюсь. Тем самым обрек страну, вот смотрите, сколько крови провелось. Нет бы порядок навести, если он хотел, был бы управленцем. А его охмурила кучка масонов, которые, так сказать, его вокруг пальца обвели. В результате этого белые казаки убивали красных казаков. И наоборот, в куски наша страна сколько натерпелось, сколько людей погибло. А он теперь святой. Бросил страну свою, понимаешь, помазанник божий. Значит, и говорит, не хочу управлять. У тебя миссия управленца. Принимай решение. Не имеешь права отказаться от этого. А он отказался. Ну и последнее, я для чего это говорю. Если вот это ничего не будет получаться, тогда перевод России на жесткий фашистский режим управления. Более того, этот жесткий фашистский режим, эта мировая закулиса хочет перевести все страны и народы планеты Земля. Вот это как бы новая вводная лекция. Но даже после того, что вот я вам рассказал, значит, Соединенные Штаты как маяк. Представляете, если бы вот в Штатах живет 5% населения, и эти 5% потребляют 50% энергоресурсов, добываемых всем человечеством. Представляете? Если остальные 95% будут жить по американскому образцу, мы же Землю обгложим в считанные годы. А глобализаторы, кто вот у права, они же понимают это. Поэтому им надо сдержать процесс потребления людьми материальных благ. Кстати, это явилось основанием так называемой революции 17-го года. Они уже к этому подошли еще к концу 19-го века. Они поняли, что в конце 19-го века капитализм снял запрет потребления людьми материальных благ. То есть, сословный строй, который был до капитализма, феодальный, он сдерживал. То есть, у крестьян щида каши пища наша, ой, лапти мои лопоточки, а у графов, там, князей, помещиков, новые замки, кареты. А при капитализме стали появляться купцы из народа, демидовы, там, да, и они говорят, а я тоже хочу. И они поняли, что если дальше так пойдет, то не хватит на всех. И для этого им подошло учение марксизма. Почему они стали раскручивать Карла Маркса, его же не сразу раскручивали. Почему и Ленина, кстати, и Швейцарий Ленин-то приехал. И в пломбированном вагоне. То есть, наша страна была избрана плацдармом для запуска мировой революции и установления этого псевдокоммунистического общества на всей планете Земля. То есть, возвращаясь вот к этим двум концепциям, речь идет о чем, смотрите. Вот есть несправедливые концепции и есть справедливые. Они обнажены. И одни сторонники справедливой концепции, другие сторонники несправедливой концепции. Но сторонники несправедливой делятся на две части. Одни, которые открыто это делают. Кто это делает открыто? Чубайс, Хакмонады это, да? Там, значит, Немцов. Они, по крайней мере, открыто говорят. Гораздо опаснее кто? Мы их называем психотроцкисты. Которые не говорят открыто. Они понимают. Но они хотят эксплуатировать идеалы справедливости в своих интересах. И это делают как раз марксисты-зюгановцы. Вот в чем вся штука. Они прикрываются лозунгами, отстаивают эту ополитарную модель. При ЦК КПСС кто было наверху? Путевки кто? Народ, что ли? Собственность. Разве мог, значит, ну, так скажем, коллектив фабрики снять директора завода или еще чего? Да ничего они не могли. То есть надо было идти куда? В портком, в правком и так далее. То есть была та же самая толпалитарная пирамида. Вот в чем опасность. И только вот это открытое построение справедливого общества, оно как раз говорится в концепции общественной безопасности. Вот это тоже важно знать. Но я для чего это вот рассказал в этом многовариантном сценарии развития событий, значит, о Путине. То есть у этой мафии, вообще говоря, ну, закончим в 17-м годом, то есть Ленина они прислали, значит, в пломбированном вагоне. Илья Бодавидович Бронштейн по кликухе Троцкий, его на белом пароходе из Штатов привезли в Питер. И вот эта кучка, она запустила процесс мировой революции. И вы помните, революция должна была состояться не только в России, но она была в те годы в Мексике, в Венгрии, в Монголии, в Германии. Но Ильич, он пресек процесс этой революции заключением Брестского мира, тем самым не выполнив возложенной на него обязанности. То есть конница, помните, должна была идти и на Варшаву, там, и все это, так сказать, а он не стал этот раздувать, то есть ограничившись в одной стране, за что был уничтожен руками Надежды Константиновны Крупской. И его дело должен был продолжить Лейба Давидович, значит, под кличкой Троцкий. Но Лейба заболел, и управление страной перехватил Сталин. А Сталин был внедрен в марксистское движение, значит, есть все основания считать главным разведывательным управлением русской армии, потому что здесь еще об этом мы когда-нибудь поговорим, о роли спецслужб в жизни нашей страны. И были долгие годы понимания и отстройки от этой глобальной мафии. То есть ведь Сталину досталась после Ленина разгромленная, разбобленная после революции страна. После Сталина осталась супердержава номер один или номер два, это как хотите, понимаете. Это еще большой вопрос, кто был сильнее. По темпам мы опережали Соединенные Штаты Америки. Причем лично у Сталина после него осталось два костюма, один повседневный, другой парадный, стоптанные сапоги козлиные и штопанные носки. И все, ни дачи на Канарах, ничего у него не было. Значит, это человек, который работал с утра до ночи, так сказать, знал всех конструкторов по имени-отчеству. Вот, и не сравнить с этими негодяями управленцами, которые пустили страну по миру, так сказать, все разложили, так сказать, и имеют дачи там. Ну, я думаю, это очевидно нормальным людям всем, нравственным. Так вот, я к чему это говорю? Вот у этой мафии задача сдержать потребление людьми материальных благ, процесс потребления людьми материальных благ. И им эта демократия как кость в горле. Более того, они в нашей стране, вот вся эта перестройка, они никакой демократии не хотели установить. Они делали прививку и воспитание ненависти, чтобы народ, вот это все переварив, вышел, почему сейчас вот Зюгановцы опять держатся и так далее, в пределе, запросил жесткой руки. И идеал у этой мафии, вот это тоже сейчас будет немножко очень, может быть, дико, но это так. Идеал у них индийский фашизм. Почему? Потому что самый жесткий фашизм, где? В Индии. Там жесткая кастовая система. Брахманы, Кшатри, Витязи, Шудра. И там маленький человек, который сидит на обочине дороги, скручив ножки, он даже не мечтает стать слесарем. То есть там каждый сверчок знает свой шесток. И эти индийские фильмы только там, Харио, это очень красиво звучит. А на самом-то деле жесткая кастовая система. И она очень удобна, чтобы люди не возникали, вы понимаете? Поэтому у нас они делают, кстати, школы для быдла, общеобразовательной, для элиты, но тоже элиты. Ведь за деньги, получается, чего? Покупают дипломы там, знаете, да? То есть знаний не там, нет, не там. Идет деградация. То есть попытка вот создать эту толпоэлитарную модель. Теперь вот памятуя об этом, значит, надо, чтобы им что? Народ захотел этой жесткой руки. Вот на этот фашизм работает вся система международного терроризма. То есть сейчас взрывы, которые делаются руками бездумных исламистов, в том числе. Они подвигают народ к чему? Вот если взрывы, смотрите, Испания, Франция, Германия, Штаты, в Южной Америке, в Индонезии, да? В Малайзии, в России, в Ираке, то есть, получается, по всему миру. А вывод-то очень простой. Дом рядом взорвали, жилой, и ты думаешь, ну мой-то не взорвите. Значит, люди хотят, что наведите порядок. То есть сами захотят Бенита Адольфовича Пиночета. Ухватили? Вот в чём фокус. Вся система международного терроризма подводит, готовит человечество к восприятию жёсткого фашистского режима. В том числе и у нас. Вот теперь, зная это, возвращаемся к Путину. Какая участь? То есть к 2000 году в стране был полный аут. То есть вот, ну, если вспомните всё. Что делает Ельцин? Он шаг в сторону и говорит, Владимир Владимирович, помните эту ужасную сцену в Кремле, когда она так, ручки. Значит, я вам, поймаешь, доверяю. Вот. И Владимир Владимирович становится. Почему он? Маленький, незаметный, серый, исполнительный, своей команды нет. Скромный, трудолюбивый. Поставим. Он нам под контролем. Наверняка, прежде чем поставить, его заморали. Это, причём, прежде чем его поставить, помните, испытывали и Примакова, и Степашина, и Кириенко. Остановились на нём. Вот. И Путину участь-то была какая? При нём, при Путине, должен был наступить полный облом. То есть должны гореть Останкинские башни, взрываться подземные переходы, гибнуть подводные лодки Курск, взрываться жилые дома. Теперь думайте, кто это делал. И Березовского, вспоминайте, Чечня, и так далее. А Березовский ставленник семьи. И в народе должна была быть создана такая атмосфера, когда народ говорит, спаситель, ну приди же ты и наведи порядок в стране от этого бардака и беспредела. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok